А давайте приготовим феерический тарт с хурмой и облепихой. И внимание, он будет без сахара, без глютена, без лактозы, вообще веганский. Дорогие, дорогие, я всегда читаю все комментарии, которые вы мне оставляете под видеороликами и прислушиваюсь к вашим советам и просьбам. И как-то раз мы с вами готовили очень классный апельсиновый чизкейк, нажмите вот сюда, здесь будет ссылочка активная, вот тут где-нибудь в углу, и он без сахара. И я спросила, интересуют ли вас в принципе десерты без сахара? И вы сказали, однозначно, да, и я специально создала целый плейлист вот таких вот вкусняк, которые не содержат в себе дурацкий белый рафинированный сахар. И вот сегодняшний наш шедевральный рецепт мы будем подслащивать финиками. Кто-то из вас скажет, что в финиках тоже есть сахар, они же сладкие, но помним, да, что в финиках есть огромное количество пользы и разных нутриентов. А еще подслащивать наш тарк мы будем, собственно, облепихой и хурмой. Причем, давайте поговорим про суперфуды. Это очень модное слово, которое обозначает целую группу продуктов, в которых очень высокое содержание нутриентов. И вот вам разные крутые магазины предлагают купить ягоды, асаи, какую-то суперсложную, муку и другие гидроэкстракты, очень дорогостоящие. А у нас, друзья, всегда в России были свои суперфуды. И облепиха один из них. Почитайте в интернете, сколько там пользы. Прям кладезь нутриентов, витаминов и прочих классных штук. Давайте уже приступим к приготовлению. Основа нашего коржа всеми любимая овсянка. Если у вас вдруг неприносимость глютена, смотрите, чтобы на покупке было написано «Не содержит глютен». Еще для пользы и для вкуса мы добавим семена подсолнечника. Если хотите, можете смело их заменить, например, на тыквенные семечки. Подслащиваем мы корж, как я уже сказала, финиками, а все вкусы усиливаем щепоткой соли. И, конечно же, нам потребуется кокосовое масло, которое я уже растопила. Берем какой-нибудь блендер и давайте для начала измельчим овсянку и семена. Давайте добавим финики. Не забудьте удалить косточку. У меня сегодня такие красивые, жирные финики «Миджу». Можете использовать любые. Если вдруг у вас финики не такие сочные, то можете их предварительно замочить ненадолго в кипятке. Добавим кокосовое масло. Конечно, щепотку большинства. Помогите вашему блендеру и снимите все со стенок. Если в этом есть необходимость, добавьте небольшое количество обычной воды. Должно получиться мягкое и липкое тесто. У меня сегодня вот такая форма с разъемными краями. Добавим кокосовое масло. 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 У меня вот дети очень любят лепить что-то из пластилина, а я вот обожаю делать этот корж. Запомните его, это в принципе универсальная основа для любых десертов. Давайте теперь его отправим в духовку, схватиться минут на 10-12. Я ее уже разогрела до 150 градусов. Напоминаю, внизу вся информация есть в описании. Начинка у нас сегодня, как вы видите, оранжевая. У нас будет хурма, с которой мы сейчас снимем кожуру. Она у меня твердая, она же бывает разного сорта. Если у вас вдруг мягкая, прям можно ложечкой достать серединку и порезать ее на небольшие кусочки. Апельсин. Нам потребуется и сок, и цедра. И вот у меня изумительной красоты замороженная облепиха. Мы сейчас все подготовим. Отправим это дело в кастрюльку и будем выпаривать лишнюю воду. И в самом-самом конце, чтобы это немножко завустело и схватилось, мы добавим буквально одну ложку крахмала. Это может быть кукурузный крахмал, картофельный крахмал. Если хотите, используйте пектин. А как только пропищит духовка, что готов корж, просто достаем его и пусть он остывает, пока мы готовим все вот это. Субтитры сделал DimaTorzok Лишняя вода уже испарилась. Наш вот этот соус стал заметно гуще, и хурма стала чуть более податливой и мягкой. Давайте теперь добавим одну столовую ложку крахмала, как я уже говорила. У меня сегодня кукурузный. Как следует его размешаем, и уже можно будет добавлять начинку в наш корж. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Корж за счет того, что в нем семена подсолнечника немножко на вкус, как казинак. Это бесподобно. Красота же, согласитесь, не только вкусно, полезно, но и очень красиво. Начинку можно делать, естественно, более густой, добавив еще немножко крахмала. По мне это просто как варенье, как пирог с вареньем. И такой необыкновенный вкус у облепихи, а когда она подружилась с хурмой, просто улет. Я очень надеюсь, что вам тоже понравится пирог. Обязательно оставьте лайк этому ролику. Напишите мне что-нибудь классное в комментариях. А я пойду есть.